Отношения начинаются. Понятно, что есть момент, когда их вообще нет, это дуревая стадия. Но вот отношения начинаются, и первая фаза, и первая стадия. Это привлечение. Фаза привлечения, она же фаза страсти, а еще про нее говорят очень романтически. Фаза розовых очков. Что здесь происходит? Каково восприятие? В чем обратите внимание? Отношения только-только начинаются. Второй участник может иногда даже не догадываться, что отношения есть. В то время как для кого-то отношения уже идут, потому что они идут внутри. И в этот момент происходит очень интересное, что у нас есть некий фильтр восприятия. То есть мы что-то можем взбирать, не замечать, что-то не замечать, слышать, не слышать, чувствовать, не чувствовать. И в это время фазу привлечения, тоже я расскажу, как хитростанин работает и шутит природа. Она включает много-много разных механизмов, у нас устраивается такой фильтр восприятия, который... Обратите внимание. Проходят разные информации. Вернее, приходят. Есть абсолютно позитивные люди, которые вы видите? Нет. Так, у каждого человека есть какие-то недостатки, что-то невинное, совсем хорошее. Есть кромольные вопросы многих моих коллег о том, что идеальный человек – это когда недостатки уравновешены, достоинства. Когда всего короба. Но в фазе привлечения фильтры устраиваются таким образом, что видно только хорошее. Розовые очки, да. Негатива нет. Как-то. Избранница – это самая красивая девушка на свете. Или мужчина – это чуть ли не ангел в оплоти здесь. Это же хорошо. Иначе бы никто никогда не жениться. Да, хорошо, что ты подсказываешь. Это фаза привлечений. В это время пара уже может быть, ее еще может не быть. Фильтр восприятия делает человека таким позитивным, очень желаемым, очень привлекательным. И для чего это происходит, как вы думаете? Продолжение следует. Редактор субтитров. Корректор субтитров А.Семкин Корректор cornereee. Баш Tem 좀.